Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале экзегет. И вместе с вами мы продолжаем читать и объяснять Евангелие от Луки. У нас сегодня 17 глава. Сказал также Иисус ученикам, «Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих». Вот очень такие строгие и в каком-то смысле драматичные слова. Вот вы представьте, что Спаситель говорит «невозможно не прийти соблазном». То есть, хочешь не хочешь, соблазны все равно будут. И это говорит Господь всемогущий, везде присутствующий. А почему так? Разве вот взял бы он, да и прекратил бы все соблазны. А ведь мы живем в каком мире? В том мире, который мы сами сотворили своими делами, потому что люди, увлекшись дьяволом, дьявол – это первый соблазнитель, люди вводят соблазн в этот мир, и вот принцип соблазна становится как бы основным таким законом нашего испорченного мира. Кто-то кого-то учит греху, кто-то кого-то заражает греховной заразой. И соблазны, они к чему относятся? Ну, есть такие вот и грубые, понятно, там, допустим, алкоголизм, да, кто-то кого-то учит, там, пить, наркомания, блуд, распутство, когда соблазняют кого-то, увлекают ко блуду. Есть вещи более такие тонкие, когда, например, соблазняют в какую-то секту, уводят. И Спаситель говорит, что вот горе тому, через кого они приходят, эти соблазны. И даже дальше он усилит, а почему горе? Потому что такой человек, вот соблазнитель, он уподобляется дьяволу. Дьявол – это первый соблазнитель, который людей склонил ко греху и повлек за собою в глубины преисподней. Вот почему горе такому человека. Но Спаситель усиливает эту мысль. Он говорит, лучше было бы ему, то есть этому человеку, если бы мельничный жернов, а представьте, сейчас, конечно, уже не очень представляю, то есть мельничный жернов очень огромный, который, да, вот такой камень, просто целая глыба. И если вот повесить это на шею и бросить, как сказано, в море, то сразу он стремительно вниз и утонет. И вот лучше было бы так, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. И может показаться некая такая вот жестокость, да, вроде как бы Господь не хочет, чтобы такой соблазнитель жил. Нет, на самом деле Спаситель о чем говорит? Вот лучше было бы этому человеку в какой-то период времени потерпеть страшные какие-то жизненные скорби и в бедах, посредством несчастного случая уйти из этой жизни, нежели соблазнять других. То есть вот Господь нам дает жизнь для чего? Для того, чтобы мы возделывали добро. Человек-образ Божий призван нести добро, свет другим людям, чтобы образ Божий, он сиял, привлекал других, согревал теплом. И если вместо этого ты вносишь что-то дьявольское, вот этот дьявольский соблазн, то лучше было бы, если бы вот в какой-то момент тебе было бы попущено через несчастный случай, просто уйти отсюда, нежели вот оставшись жить, ввергать других в глубины преисподней. Здесь именно такая мысль. И вот некоторые святые отцы, вот святитель Тихон Задонский, он рассуждает и говорит, а почему горе тому, через кого приходит, и лучше было бы такое страшное наказание? Да потому что вот любой грех можно исправить покаянием. Ну, понятно, что кроме как раз самоубийства там. Но вот соблазн исправить очень трудно. Вот представим, что какой-нибудь человек распутный, который соблазнял других, и люди лишались девства из-за него, и вот он увлек их в этот порочный образ жизни. И проходит, допустим, лет 10-15, и вот он покаялся. Приходит вот в церковь, исповедовался, он хочет исправить себя, но он не может исправить тех, кого он сам когда-то научил греху. Вот представьте, насколько это страшно, что вот, допустим, ты начал пить, потом из-за тебя стал алкоголиком другой человек, и вот ты путем огромных усилий победил в себе свою страсть, но тот человек продолжает пить, и ты не в состоянии вмешаться, да? Может быть, ты не можешь его даже найти, или там, если вот кого-то научили наркотики принимать. Соблазнитель отвечает не только за себя уже пред Богом, но и за соблазненного. А исправить соблазненного намного труднее. Вот себя-то тяжело исправить, а как ты исправишь того, кого ты научил греху, и он уже куда-нибудь уехал, и плоды твоего греха, они продолжают действовать. Поэтому, да, вот, когда писатели пишут книги, и потом уж, допустим, там лет 200-300 прошло, а эти книги, они продолжают приносить какие-то свои плоды. То есть, книги греховные учат греху, и душам этих писателей в аду от этого еще хуже. Получается, как бы накапливается, как снежный ком, итог их греха. Наоборот, те, которые что-то доброе вносили, у них получается, как вложенный в капитал, который с процентами возвращается, потому что не просто вот при жизни они делали добро, а люди вот читают и еще больше приобретают, как бы вот чего-чего-то чистого, и таким писателям от Бога некое вот благо. И так вот во всем, что вот все, что мы делаем, оно дает какие-то плоды, дает какие-то последствия, сохраняет какую-то память. Поэтому вот страшно быть соблазнителем, потому что если даже ты сам покаешься, ты вряд ли сможешь исправить тех, кого ты соблазнил. Вот что имеет в виду Спаситель, и поэтому он дальше говорит, наблюдайте за собою. То есть вот будьте очень осторожны, чтобы не стать соблазнителями. Наблюдайте за собою. А дальше вот такое рассуждение. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. И если покается, прости ему. И если семь раз в день согрешит против тебя, и семь раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему. И вот эти слова Спасителя, это вот заповедь Господа, она против обидчивости. Вот согрешил против тебя твой ближний, и ты можешь ему высказать, что, то есть Господь не запрещает выговорить, да, ну с каким сердцем ты будешь выговаривать. Это тоже имеет огромное значение, потому что можно так выговорить, да, что там просто все, весь свет померкнет. То есть если ты со злым сердцем выговоришь. А тут высказать, чтобы как бы не копить в себе, не замыкаться в себе и вот обид не накапливать, можно высказать, что вот зачем же ты так поступил, я не согласен. И ты не погрешаешь, высказывая ближнему о его погрешности. То есть это Господь говорит, да, вот выговори. И если покается, прости ему. И если семь раз в день, а, конечно, число семь, как такой образ полноты, здесь речь идет о чем? Вот сколько бы не погрешил ближний, если он кается, то прощай его. Ну а если не кается, что тогда? Если не кается, то тогда будь тоже как бы рассудителен. Посмотри, польза тебе от общения с таким человеком или вред, но если он ближний твой, то тогда неси это как крест жизненный и молись о нем. А в любом случае вот учись прощать. Вот как один из... Вот в Патерике, в Патерике такая приводится история. Один ученик приходит к старцу и говорит, что я вот не знаю, как победить обиды. А ему старец говорит, что ты вот всякий раз, как возникнет у тебя обиды, ты картошку, картофелину возьми и положи себе за пазуху. Еще раз обидишься на кого-то, еще за пазуху одну положи. Ну и вот он каждый раз, как обижается на кого-то, кладет за пазуху, кладет, кладет. Вон такой груз накопился уже. Вот он носит, ему тяжело. Потом эти овощи начали гнить, ему вообще плохо. Приходит к старцу, говорит, я уже не могу все это носить в себе, потому что мне тяжело от этого, там зловония такое. Он говорит, ну посмотри, вот тебе же самому плохо. И вот каждая обида – это что-то гниющее внутри тебя самого. Поэтому старайся тут же не задерживать своей душе. Вот как только подкрадывается обида, тут же говори, Господи, сохрани меня от этого, Боже, очисти меня грешного. Потому что обида – это как гниющий картофель внутри тебя. И в общем, сторонись, освобождайся сразу. И лучше всего молиться за обидчик. Вот спаситель же в других местах говорил об этом. Молитесь за обижающих вас, гоняющих и так далее. Потому что такая молитва – это как бы признак свободы. Вот если кто-то сделал зло, и мы обиделись, получается, что мы не свободны. А если нас обижают, а мы оказываемся выше, мы молимся и даже жалеем того человека, значит, мы приблизились к внутренней свободе. «И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру». Ну, может, потому и сказали, что тяжело победить себя, да, и когда погрешают, то и тяжело там прощать, и соблазнов вот этих много. И вот апостолы так по-детски говорят, умножь в нас веру. А как отвечает Спаситель? Господь сказал, «Если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице сей «Исторгнись и пересадись в море», то она послушалась бы вас». И вот что интересно, что Спаситель, он же постоянно чудеса совершал. И на эти слова, это же как просьбы у них, получается, как молитвенные просьбы. «Господи, умножь в нас веру». Если бы он ответил, что «пожалуйста, вот вам вера», и они тут же там начали чудеса совершать. Но они же и так совершали чудеса, когда Господь их направлял подвое, помните? Здесь Господь говорит, что вера – это не только дар Божий, это дар Божий, но это еще и наше внутреннее усилие, наше внутреннее стремление к Богу. И если ты не будешь стремиться к Богу, то вера в тебе никогда не умножится. Вот даже такой, не то чтобы эксперимент предложу, наоборот, лучше так не экспериментировать, а просто вот как некоторый пример. Представьте, что целый год вы не будете, даже в течение дня, вот ни одной молитвы почитать, произносить Господу. Вот целый год вы не будете молиться Богу. Через год окажется, что у вас никакой веры нет. Потому что вера, она напрямую связана вот с личным обращением к Богу, с тем, как мы стремимся ко Господу. А если ты не обращаешься, то через год ты уже окажешься таким круглым атеистом, нет у тебя вот внутреннего обращения. И вера – это вот как огонек такой лампады, который в ночное время, он освещает все в комнате, и ты видишь, да, вот что и как расположено. А если огонька нет, ты ничего не видишь. И в такой кражмешной тьме кажется, что комната, она вообще пустая, что вообще ничего нет. Чтобы что-то увидеть, надо пролить свет. И вот наша молитва к Богу – это такой вот как раз огонек, который возжигает и веру нашу. И тогда становится видно не только вот то, что в жизни, как правильно поступать, но и невидимые, так сказать, предметы, то, что относится к духовному миру, миру Божию, и мы начинаем замечать промысел Божий, как Господь поступает. То есть Спаситель в данном случае говорит про важность нашей активности личной. А дальше, поскольку речь вот именно о духовной жизни, многие люди думают, что ну вот мы духовную жизнь совершаем, и Господь нас будет награждать. И Спаситель он тоже предостерегает от этой внутренней установки. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему, пойди скорее, садись за стол. Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать, и подпоясывшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам. Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Это значит, вот свои добрые дела не надо замечать. Кстати, вот эта притча, она только у евангелиста Луки, про то, что вот некий хозяин, у которого слуги, рабы, вот они на поле потрудились, приходят, и потом возвращается хозяин, и они опять-таки вот прежде всего его обслуживают, и он им особой благодарности не выражает. Но тут о чем идет речь? О том, чтобы... Вот мы очень легко начинаем тщеславиться, очень легко начинаем гордиться, и когда мы замечаем, что вот тут мы стали лучше, вот это вот мы исполнили, такие вот божьи заповеди, там, милость у не подали, или еще чего-то, и как бы начинается такое... Богатиться начинаем, такое как бы обогащение у нас мысленно составляется такой мешочек своих личных добрых дел, которые мы в своем воображении как бы пополняем, исполнением божьих заповедей, и потом вот такой мешочек у нас как бы в руках, вот на Господе, вот сколько мы тебе принесли. А если это с гордостью, то есть ты обратил внимание на самого себя уже, и поэтому вот это просто беда на самом деле, то есть ты погубишь все, что приобрел. И Спаситель пытается нам что показать? то, что вот само наше стремление к Богу – это не заслуга для нас, а жизненная необходимость. Вот как дышать воздухом? Понимаете? Мы же не просим никого, чтобы нас благодарили за то, что мы дышим воздухом. Мы просто без этого не сможем жить. Или вода, которую мы вот попьем водички и будем от кого-то ждать благодарности за то, что мы попили водички. А это нам жизнь дает. Так вот, и обращение к Богу – это вот как воздух или вода – дает нам бессмертную жизнь. И из-за того, что мы приобщаемся благодати Божией, не нам вот ждать благодарности, а мы за это должны Господа благодарить. То есть Спаситель пытается, чтобы сменились вот внутренние акценты. Весь мир погибает из-за эгоцентризма. То есть основная беда мира – то, что каждый в центре мира ставит себя. Вот я, вот мои потребности, те люди, вот они хороши, только если они мне помогают. Если не помогли, они уже не друзья мне, враги. И вот сборище таких эгоцентристов, которые сталкиваются друг с другом, и там, соответственно, враждуют, или дружат из-за того, что такой-то человек тебе удобен или может в чем-то пригодиться. А Спаситель пытается сказать, что нет, вот перестаньте акцентироваться только на себя, на свое «я», на замыкание на себе. А стремитесь к Богу, да, потому что именно Господь, Он и находится в центре всего мироздания. Идя в Иерусалим, Он проходил между Самарией и Галилеей. Дальше будет повествование про десять прокаженных, и евангелист Лука, наверное, не случайно упомянул, что вот Самария и Галилея, то есть это не между Иудеей и Самарией, а дальше, получается, вначале Иудея, где Иерусалим, потом Самария, потом Галилея. Спаситель в основном проповедовал в Галилее. Вопреки распространенному мнению, обычно люди думают, что вот Спаситель проповедовал где-то рядом с Иерусалимом. В Иерусалиме он не так часто появлялся, в основном в Галилее. И вот здесь даже некий такой маршрут между Самарией и Галилеей как бы по границе, и этим объясняется, почему среди десяти прокаженных был один самарянин. Потому что это вот те места, территории, и вот там ходили в том числе и самаряне. «И когда входил он в одно селение, встретили его десять человек прокаженных, которые остановились вдали». Ну, что такое проказы, вы понимаете. В те времена, конечно, под проказы понимались и не только лепра, но и другие заразные болезни или кажущиеся заразные, то есть какие-то язвы, которые покрывали человека. И сейчас, конечно, есть проказы, и такая болезнь страшная. Вот, и у нас на территории России существуют лепрозории. Кстати, далеко не все больные проказы находятся в лепрозориях. Они, там третьи или там даже больше трети, они лечатся амбулаторно. В принципе, сейчас это под контролем находится. Но в те времена, в те времена не знали никаких лекарств, и такой человек, он считался как бы вычеркнутым из общества. Не просто вот из богоизбранного, а из любого общества. Но это понятно, что если он заразный, а болезнь смертоносная, и вылечиться невозможно, то его надо держать где-то подальше. Они в особых одеждах ходили, не могли работать, потому что устроиться где? Никак. И поэтому за счет милостыни жили, и чтобы получать милостыню, сбивались в кучки, поддерживая друг друга. И вот один самарянин среди них, и получилось, что в принципе, иудеи с самарянами не общались, но раз они все вычеркнуты из общества, то какая уже разница, кто там, самарянин, не самарянин. Болезни людей объединяют. И вот самарянин тоже среди них. И они, видимо, уже знали, что Иисус, он чудотворец, с большой буквы чудотворец. Поэтому вот они остановились вдали и громким голосом говорили, Иисус наставник, помилуй нас. Вот это выражение, обращение их, Иисус наставник, помилуй нас, в каком-то тоже это некий прообраз молитвы Иисусовой, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, грешных». Они обращаются к Нему как особому такому вот учителю, наставнику, и просят помиловать их, веруя, что у Него есть вот эта благодатная, божественная сила. А все мы в каком-то смысле больны, в духовном смысле больны проказой, проказой греха, поэтому мы молимся молитвой Иисусовой. И вот эти вот прокаженные в то время уже вот так взывали, Иисус наставник, помилуй нас. Увидев их, он сказал им, «Пойдите, покажитесь священникам». То есть такой неожиданный поворот, что он мог бы сказать, что вот вы очищены, все, идите. Или помните, в одном месте у Матфея там подошел к нему прокаженный и говорит, «Если хочешь, можешь меня очистить». Спаситель отвечает, «Хочу очистить». Ну и все, вот очистился, проказа сошла с него, и все. А здесь нет, вот «Пойдите, покажите священникам». То есть это особое действие Спасителя. Он не исцеляет вот как бы тут же, чтобы это было очевидно для всех, демонстративно, и говорит, что вы вот идите, покажите священникам. А, собственно говоря, зачем идти к священникам? Ведь к священникам шли как раз для того, чтобы засвидетельствовать очищение. Получается так, что они еще не исцелились, а он их направляет к священникам показаться, чтобы они засвидетельствовали очищение. И вот этим прокаженным как бы такое духовное задание дается, что вот вы должны поверить, что вы действительно исцеляетесь. И поэтому, и, кстати, они поверили, все десять поверили. Не надо думать, что только один поверил. Поверили все десять, и они пошли, сказано, и когда они шли, очистились. Вот они идут, и по пути видят, что очищаются. То есть, они приняли это. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был Самарянин. Ну, и вот тут мы видим, что среди... Исцелились десять, но с благодарностью к Спасителю приходит только один. Конечно, вот... Ну, давайте сейчас вот мы дочитаем даже. Тогда Иисус сказал, не десять ли очистились? Где же девять? Как они не возвратились? Воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника. И сказал ему, встань, иди, вера твоя спасла тебя. Конечно, вот те девять, они как? Они могли чисто формально отнестись, что нам сказали показаться священником, да? Он же так сказал, вот пойдите, покажитесь священникам. И дойдя... Так они это и выполнили. Они пошли, показали священникам. Он сказал, что все в порядке с вас сошла. Священники сказали, все в порядке, вы исцелились. Теперь вы законные чада богоизбранного народа. Приступаете к обычной иудейской жизни. И для них вот начинается обычная такая жизнь рядового иудея, но Христос уже где-то в стороне. Вот в чем дело. А десятый, который самарянин, то есть иноплеменник, и с религиозными воззрениями у самарян было не все хорошо, а вот в нем такой всплеск благодарности, и вроде бы сказали идти к священникам, но он исцеляется. А исцелил-то кто? Не священники иудейские исцелили. Христос исцелил. Поэтому ко Христу он и бежит, вот вопреки всяким там условностям. И я вот помню, как мы там тоже собирались, такая как бы небольшая община, вот молились, и у одних людей там беда произошла. Ну и вот вместе вот собирались, служили молебны, чтобы вот все Господь управил, и Акафисты читали. И действительно, каким-то чудом там просто ситуация, казалось бы, безнадежная, она разрешилась. Ну и потом что? Говорим, что давайте благодарственный молебен послужим. Все вроде договорились, назначили время, а собираются там какие-то единицы из них. И главные, так сказать, участники, кто наиболее нуждался в этих молитвах, они вообще не пришли. Ну вроде как некогда. То есть, когда была беда, и нужно было молиться о избавлении от беды, они пришли. А на благодарственные молебены, когда все должны были собраться, они уже не пришли. Вот это такая вот наша психология человеческая, что мы больше молимся, когда нам плохо, а как только все хорошо, то с благодарностью не очень приходим к Богу. И вот тоже помню, один священник рассказывал про такое чудо, к нему на приход, это отец Димитрий, он из южных епархий, и к нему пришла одна старушка, вот, ей уже за 80 лет было, и, в общем, оказалось, что она действительно больна проказой. А там какая ситуация? Повторяю, что далеко не все, которые больны проказой, лежат в лепрозориях, некоторые амбулаторно проходят, и вот лицо ее покрыто платками, как она говорила, ей какие-то инъекции там делали, с трудом сдерживали болезни, вот она настолько измучилась уже, а была она, кстати, пятидесятницей, вот она ходила в общину вот этих евангелистов-пятидесятников и молилась, потом пятидесятники возлагали руки на ее голову, и ничего не помогало, нет исцеления, ей тяжело уже от всего этого, и она вот как-то вдруг решила сходить, не знаю почему, в православный храм, и вот утром, когда она встала, вот у нее такие внутри колебания, вот как ее примут, она же не православная, она открывает, помолилась, открывает Библию, и открывает там, где про женщину-хананевенку, которая просила вот за свою дочь, и там спаситель говорит, нехорошо взять хлеб у детей, бросить псам, но женщина отвечает, что ведь и псы едят, крохи, которые падают со стола господ их, и спаситель говорит, о женщина, велика вера твоя, да будет тебе по слову твоему, вот эта вот женщина, бабушка вот эта, которая страдала проказой, она приняла эти слова, как обращенные лично к ней, вот она приходит в храм, а там литургия идет, и вдруг она слышит, что Евангелие на литургии читается вот именно про эту женщину-хананевенку, и там же говорит, о женщина, велика вера твоя, да будет тебе по слову твоему, и вот она к батюшке подходит, к отцу Дмитрию, рассказывает про себя, и говорит, вот батюшка, вот очень хочу, чтобы Господь исцелил меня, и вот мне такое вот чудо, что вот этот текст Евангелия открылся, и здесь то же самое читает, вот можно вы мне дадите причастие, он и говорит, нет, причастить мы вас не можем, потому что вы все-таки вне православной церкви, но так как все-таки вы пришли, вот у нас есть икона святителя Николая Чудотворца, а он очень помогает, я могу вас помазать святым елеем от его иконы, причем для протестантов, ведь они же не принимают никаких святынь, таких вот внешних, вот иконы, елеи, чтобы помазывали елеем от иконы, и для нее это как некое испытание, но она тут же согласилась, да, да, и вот он подходит к иконе, святитель Николая, помазует ее святым елеем, и в общем две недели ее нет, потом она появляется, и все, значит, шрамов никаких, никаких вот этих язв на ее лице, исцелилось, ну и вот отец Дмитрий обрадовался, говорит, что, ну вот видите, Господь-то вам помог, поэтому, конечно же, давайте уже в православную церковь и причастим, как вы и просили, и она вдруг мнется вот с ноги на ногу, говорит, батюшка, вы знаете, мне уже 85 лет, это уже не тот возраст, чтобы менять религию, можно я вот уже так вот останусь, как есть, ну он как, что он будет ее там заставлять, ну как хотите, вроде там подумайте, и вот больше он ее не видел, то есть, когда у людей беда, они спешат, и Господь им помогает, даже такие вот чудеса, когда исцеляются прокаженные, а когда они получили, то вот мера благодарности, она уже не настолько велика, как вот мера просьбы до этого, это вот из реальной жизни я привел, и вот поэтому понятно, что один вернулся, вот этот самарянин, но спаситель, надо сказать, он ведь в каком-то смысле не осуждает тех девять, он не говорит, что чудо отменяется, они исцелились, они, Господь, он независлив, он дает безмерно, лишь бы человек правильно это принимал, они исцелились, но они вернулись к своим земным делам, а вот один, который самарянин, он не просто пришел с благодарностью, понятно, что он стал одним из первых учеников христовых, одним из первых христиан, вот о чем нам говорит это повествование про десять прокаженных, «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажет, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутри вас есть». Евангелист Лука уже описывает другую ситуацию, когда подходили некие фарисеи, а у фарисеев было очень много рассуждений, когда же придет Царствие Божие. Ну, считалось так, что Царствие Божие во время явления Мессии, Мессия, как сын Давида, сможет возвысить Израиль, принести подлинную свободу, Царствие его будет, Царство Вечное, он станет, как будто, царем мира, и тогда воцарится на земле Божие Царство. И когда же, какие тут сроки? Кстати, если высчитывать Даниилова Седмицы, там, конечно, по-разному можно высчитывать после возвращения из плена иудейского и восстановления храма, и там просто несколько таких вот методик расчета вот этих Седмиц Данииловых. И если отчитывать, когда вот храм и ограда храма и город восстановлен, то это все даже вот подходило ко времени примерно вот распятия и воскресения Христова. Если там другие методики, ну, в любом случае это падает на время жизни Иисуса Христа, но почему-то они как-то вот не очень это замечали и вот спрашивали, когда же придет, но их-то интересовал вопрос внешний, внешнее воцарение. И Спаситель поэтому говорит, что не придет Царствие Божие приметным образом, таким, как вот когда где-то вот на сцене, да, вот устраивают такую яркую какую-то демонстрацию театральную или какое-то мероприятие, да, где как бы некая инаугурация нового правителя и посредством массовой информации объявляется, что вот наконец-то у нас наступило Царствие Божие, теперь будем жить и почивать, но люди-то живут еще не преображенные в этом грешном мире и поэтому законы этого мира они должны вот исполняться до второго пришествия. но Христос тоже пришел и Христос стоит вот рядом с этими фарисеями, которые его спрашивают и Спаситель говорит, что не придет Царствие Божие приметным образом, то есть вы не заметите его и в буквальном смысле фарисеи не замечают, что воплотившийся Сын Божий, с которым очень хорошо рядом те, кто с ним рядом как апостолы на горе преображения сказали Господи, хорошо нам здесь быть, то есть вот не придет Царствие Божие приметным образом и не скажет вот оно здесь или вот там ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть. Вот это внутрь вас есть по-разному переводится с греческого там энтоюмин эстин можно так посреди вас то есть между вами потому что между вами уже ходит тот кто принес с собой Царство Божие А Царство Божие это что? Это значит что уже не дьявол царствует над душой человеческой а Господь и люди которые принимают Христа они освобождаются через покаяние и веру освобождаются от своих грехов значит освобождаются от власти дьявола в их душах воцаряется благодать Господа и вот оно начало Царства Божие на земле но не во внешнем изобилие по-прежнему и дальше будут и землетрясения да и какие-то соблазны люди будут грехолюбивые пытаться соблазнять дьявол еще будет действовать но начало Царства Божие оно уже здесь и мы это обретаем в Церкви Христовой там где приобщаемся Господу Иисусу Христу но есть еще и другое объяснение и святой Иоанн Златоус предлагал что вот Царствие Божие внутрь вас есть это значит что Царство Божие оно начинается в душе человеческой именно тогда когда мы начинаем отказываться от каких-то греховных помыслов от нечистых плотских блудных помыслов и уже не грех в нас царствует не гордыня нами завладевает а нечто Христово Христово любовь Христово смирение Христово жертвенность сострадание к людям вас должны быть все те же чувства что и во Христе Иисусе говорил апостол Павел когда те же чувства чувствования Христовы в нас воцаряются то вот оно Царство Божие внутрь нас начинает действовать вот как вот эти три меры как закваска вложенная в три меры муки пока вот не вскисло все но при этом и святые отцы особенно отцы аскеты которые о внутреннем делании писали много они говорят что вот оно как раз не приходит приметным образом и люди встающие на путь духовной жизни они не замечают за собой такого существенного как бы изменения то есть не так что вот человек вот он два года подвязался и сказал ну вот слава богу я уже не такой как эти грешники как тот мытарь как вот эти там блудники и так далее вот я уже такой подвижник близкий к богу наоборот правильный путь духовной жизни это когда ты в себе вдруг начинаешь открывать неожиданно такие стороны темные уголочки когда которые ты даже раньше не подозревал что они где-то вдруг тщеславие а ты даже не думал что ты тщеславный человек где-то гордыня или жуткая зависть какая-то вылазит по непонятному поводу и вот ты все это в себе замечаешь и работаешь в этом направлении чтобы искоренить это и молишься господу и постигаешь свою греховность на этом пути то есть путь духовной жизни он выстраивается как путь постижения своей греховности который нужно постоянно искоренять вычищать и в этом смысле царствие Божие не приходит приметным образом то есть человек все время работает как бы выпалывает сорняки которые все время вырастают из испорченной земли и ему кажется что только все покрыто сорняками и это путь кстати всех святых людей подлинные святые они считали себя грешными и вот именно таковыми наполнен рай а тех людей которые считали себя святыми вот таких в раю нет ни одного то есть такой парадокс преподобный Паисий Святогорец там у него был такой как-то случай ну когда на материк в Грецию они выезжали и ну вначале на корабле потом там садится в какой-то автобус чтобы ехать и тоже один монах и монах говорит вот едем в мир теперь растеряю все что приобрел я на Афоне ну так он с тоской сказал а Паисий Святогорец отвечает а мне и терять нечего я и не приобрел ничего то есть он не замечает за собой сколько он приобрел потому что царствие Божие приметным образом не приходит и человек не замечает что он действительно уже там какие-то страсти победил потому что он все время новое что-то открывает над чем работать в себе над недостатками и это здравый путь духовной жизни но вот если все-таки вернуться к такому буквальному первому толкованию как то что вот Христос он уже пришел да и вот он ходит а фарисеи не замечают это начало Царства Божьего на земле то дальше становится понятно почему Спаситель говорит сказал так же ученикам придут дни когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого и не увидите сейчас то апостолам хорошо они чувствуют благодать Христову и Спаситель их ни в чем кстати не оставил не покинул у них нужды ни в чем нет их никто не тронет вплоть не только даже до воскресения Христова вообще и апостольская проповедь будет достаточно благополучно совершаться но настанет день когда они будут жить без видимого присутствия Христа и захотят увидеть хотя бы один из дней и не увидят и скажут вам продолжает Спаситель это вот опять насчет соблазнителей и скажут вам вот ну еще раз и тогда лучше зачитаю чтобы был понятен весь смысл сказал также ученикам придут дни когда пожелаете видеть хотя один из дней сына человеческого и не увидите и скажут вам вот здесь или вот там не ходите и не гоняйтесь то есть если вам скажут что Христос вот там что да что вот где-то он появился уже выступает на телевидении или строит где-то он город солнца город счастья и нужно продавать квартиры везти туда деньги отдавать в эту общину чтобы этот Христос побольше вот этих денег набрал то явно что это лже Христос поэтому если вот это какой-то конкретный человек который где-то начинает ходить по земле в таком непреображенном виде то нет это ложь потому что спаситель уже прошел этот путь и второй раз он явится совершенно иначе ибо как молния скверкнувшая от одного края неба блистает до другого края неба так будет сын человеческий в день свой вот когда молния сверкнет сразу видно везде и так же будет явление сына Божия Господа нашего Иисуса Христа во время второго его пришествия оно сразу станет очевидным для всех то есть не то что кто-то там вот услышал что где-то появился Христос и вот он второй раз пришел а мы его не заметили нет это вот как молния которую видят все и пришествие Господа будет явно для всех и оно будет именно с небес но прежде надлежит ему много пострадать и быть отвержен родом сим вот спаситель возвращается уже к дням своей земной жизни своего первого пришествия то есть он вот пройдет этот путь пострадает потом он конечно воскреснет зайдет на небеса и оттуда уже спустя много-много вот веков явится для того чтобы забрать с собой своих и как было во дни ноя так будет и во дни сына человеческого то есть во время второго пришествия ели пили женились выходили замуж до того дня как вошел ноя в ковчег и пришел потоп и погубил всех то есть вот первый мир он как завершил существование через потоп но ведь был Ной который строил ковчег 120 лет тогда долгожители были жили по 800-900 почти до тысячи лет Ной последний долгожитель и строил ковчег он 120 лет как некое свидетельство окончания мира а люди не верили смеялись над ним и потом нахлынули вот эти воды потопа и это стало очевидно для всех а они-то жили беспечно понимаете как будто ничего не должно произойти как будто это всегда но ведь смерть каждого из нас похитит и поэтому надо будет отчитываться беспечность для нас исключена так же как было и во дни лота это наказание уже Содома Гаморы и других городов ели пили покупали продавали садили строили но в день в который лот вышел из Содома пролился дождь пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех то есть вот пожалуйста Господь он подтверждает что все именно так и было что именно огненный дождь пролился с неба и серный и истребил всех такая катастрофа случилась за грехи людей то есть грехи людей влекут за собой масштабные природные катастрофы такие вот наказания катаклизмы но они были беспечны все равно Содомлине вот в чем беда они не не вразумлялись так будет и в тот день когда Сын человеческий явится в тот день кто будет на кровле овечьего в доме тот не сходи взять их и кто будет на поле так же не обращайся назад вспоминайте жену Лотову кто станет сберегать душу свою тот погубит ее а кто погубит ее тот оживит ее поясним речь идет о чем о том что не нужно привязываться к земному ты не возьмешь это за гроб собой и перед вторым пришествием христовым тоже привязываться к этому видимому очень глупо поэтому когда Господь явится то он заберет тех чьи сердца как раз ко Господу и стремятся и в качестве противоположного примера жена Лотова вспоминайте жену Лотова говорит Господь а почему вспоминайте жену Лотова потому что она обернулась назад ведь ангелы говорили идите и не оборачивайтесь назад надо хотя бы послушание проявить а тут вдруг такое ну не то что даже любопытство женское а скорее всего было жалко расставаться с тем имуществом потому что какой-то достаток у них был в семье Лота и они же поспешно собрались ангелы выводили их так как они мешкали вот так мы читаем ангелы уже взяли их выводили фактически без всего и жена Лотова обернулась чтобы посмотреть вот как бы привязанность некая к прежнему и за это из-за непослушания она наказана окаменела и тот кто вот вот такую привязанность к земному являет он в каком-то смысле непригоден для Божьего царства и становятся понятны слова про сбережение или погубление души кто станет сберегать душу свою имеется ввиду душу как жизнь свою вот эту земную жена Лота она хотела как бы сберечь то что накопили в земном смысле вот тот и погубит свою жизнь и а кто наоборот кажется что он губит себя вот многие святые они полностью расставались с накопленным раздавали там нищим покидали мир уезжали куда-то в пустыню вот казалось ну вот куда вот идет вот этот Варфоломей с братом Стефаном на какой-то там холм маковец покрытый этими соснами вековыми и там ни деревни ничего нет никаких удобств и чего там а то есть кажется что они губят свою душу а вместо этого наоборот получается что вот это посвящение себя Богу и вроде бы губит свою жизнь но они губят земное а приобретают столько что люди начинают к ним тянуться затем рядом с ними селятся другие создается обитель потом поселки и вот вслед за святыми идет весь мир на самом деле и к тому же поисию святогорца вот как мы говорили к нему потом приезжали просто вот сотни тысяч людей хотя он забрался очень далеко то есть он уехал на Афон вообще да туда не всякий доберется на Афоне он ушел в какую-то воединенную келью как бы ну не то что затвор но отшельник жил отшельником а все равно и туда к нему идут потому что через него действовала благодать Божия то есть они вроде бы отреклись от всего погубили свою душу ну в этом в мирском смысле что кажется человеку вроде привольно его душе когда он много накопил многого достиг и у него сбережений всякие а внутри все равно плохо потому что он в этих сбережениях потерялся и потерял свою бессмертную душу а эти наоборот они от всего этого отреклись как бы погубили себя но неожиданно приобрели подлинную жизнь и души их воссияли в Боге и даже другие это почувствовали потянулись к ним сказываю вам это уже про второе пришествие опять-таки в ту ночь то есть получается что это время когда как бы оно внезапно найдет как то что случается ночью в ту ночь а может быть даже это буквально такое объяснение Господа что второе пришествие состоится ночью а не днем поэтому многие святые они бодрствовали именно ночью молились ну конечно мы не призываем к этому достаточно помолиться вечером и сказано вот в ту ночь будут двое на одной постели один возьмется а другой оставится то есть в одном доме могут жить разные люди вроде бы помещение одно но души у людей разные и один Богу посвящен а другой греху служит и один поэтому принимается в рай а другой не принимается он оставляется один возьмется возьмется в небесное царство с Господом а другой оставится две будут молоть вместе одна возьмется а другая оставится то есть на одной работе они трудятся но у этой сердце Богу предано а у этой на сердце что-то другое что-то грехолюбивое двое будут на поле один возьмется а другой оставится Поэтому не внешние, конечно, какие-то признаки, не статус человека, не его профессия спасает, а то, насколько он стремится к Богу, насколько он очищает свою душу и кается в своих грехах, обращается ко Господу в молитву. На это сказали ему, где Господи, то есть где же будут один оставляться, другой браться, где они будут восхищаться на небо. Вот это немножко наивный такой вопрос. Кстати, вот в Иерусалиме там есть такое представление, ну оно тоже в каком-то смысле частное представление, хотя там оно распространено, что второе пришествие Христово, оно начнется с горы Елеонской. Вот сейчас мы прочитали, что это будет ночью, а там считается, что оно вообще будет на Елеонской горе. А почему? Потому что с Елеонской горы Спаситель вознесся, и ангелы сказали, что вот сей Сын Человеческий, который вознесся от вас на небо, придет обратно таким же образом, каким вы видели Его восходящим на небо. Ну и буквально толкует, что вот раз он с Елеонской горы вознесся на небо, значит он туда и явится, и поэтому как бы все народы будут собираться к Елеонской горе, и там начнется страшный суд. Ну это, конечно, такое немножко материализированное, такое материалистичное представление, потому что может быть суд, он, куда всех собрать, вот эти миллионы, наверное, даже миллиарды людей. Видимо, это будут немножко другие категории, но в любом случае это будет явно всем, которые на земле, и которые воскреснут из мертвых. А вот наивный вопрос этих учеников. Где Господи? И он не отвечает им, где? Он вдруг произносит, он же сказал, где труп, там соберутся и орлы. И вот это совершенно такая вот мудреная фраза, ну я все-таки приведу два толкования, хотя я понимаю, что этим двойным толкованием, может быть, немножко запутываю вас, но все-таки приведу именно два толкования. Святые отцы, многие они как говорят, что вот спаситель, спаситель, он пришел в этот мир, чтобы пострадать за грехи людей и умереть. И в этом смысле ученики увидят его мертвое тело. В грубом смысле мы, конечно, называем, ну не мы, а люди называют, что вот мертвое тело – это труп, хотя для тела Господа это выражение не подходит. И выражение, вот там соберутся и орлы, то есть через вот эту смерть крестную спасителя как раз и будет искупление грехов, и как бы вот ангельские силы, как орлы и души чистых людей, вот они и будут собираться в церкви через искупление Господа, через воскресение Его. И такое вот мнение, оно очень распространено на самом деле у святых отцов. Но есть все-таки и другое объяснение, я вот его все-таки приведу. Может быть, речь здесь все-таки не о таком, оно слишком аллегорическое толкование, понимаете? А обычно как? Вот здесь можно буквально даже понять, ведь говорится про то, что все там беспечно, вот эти едят, пьют, там женятся, никак не реагируют, и вот раз, внезапно там, всемирный потоп, в Содоме и Гаморе то же самое. Они живут как попало, в распутстве, и в том раз, и все, наказаны. И тут в конце времен будет то же самое. То есть человечество, оно уподобится в каком-то смысле трупу, который будет уже разлагаться, и когда вот это вот духовно-нравственное разложение достигнет некого пика, то тогда-то и соберутся орлы, и вот это уже как некое указание на второе пришествие, которое вот сопровождение ангельских сил, и орлы вот указание на тех, которые свыше парят и видят все, да, это уже возвышенный здесь образ тех ангельских сил, которые будут сопровождать Господа во время его второго пришествия. То есть растление мира достигнет своего пика, такого гниения, но и тогда вот Спаситель явится для вот уже окончательного суда. То есть мир уже этот бесполезный будет спасать, нужно будет спасать тех, кто сохранятся, а Спаситель, конечно же, преобразит, преобразит наше мироздание, и там будет уже нечто новое. Вот на этом мы завершаем рассмотрение 17 главы. Я понимаю, что дал несколько таких вот разных толкований. Во всяком случае, это заставляет нас задуматься и видеть, что в Священном Писании очень много таких вот смыслов, и углубление туда должно быть постоянным, а для этого надо читать само Священное Писание и читать святых отцов, которые толковали Священное Писание. Храни вас Господь, дорогие братья и сестры. Мы продолжим в следующий раз читать и толковать Евангелие от Луки на библейском портале Экзегет. Экзегет. Редактор субтитров А.Семкин Гой Корректор А.Егорова Продолжение следует...